Медиагруппа «Авангард» представляет монстров, но крупных системообразующих игроков, таких как Ростелеком и Сбербанк, которые с большим своим инвестиционным рычагом совершенно по-другому будут структурировать этот рынок и создавать на нем совершенно другие векторы развития, нежели те, что были пять лет назад. Этих-то мы знаем, а пришли еще новые, которых мы не ведали в зерушке. Операторы мобильной связи, Яндексы, мейлы, вдруг стали игроками рынка информационной безопасности. Неудивительно ли это? Что от них ждать? Если посмотреть на международный рынок, как он развивается, то, конечно, на нем понятие таких системных интеграторов, которые до этого были такими, формировали некоторую моду, тренды, стили. Их на международном рынке нет. На международном рынке играют большие провайдеры, которые создают у себя MSSP-подразделения, это безопасность сервисной модели, это вендоры со своими сервисными консалтинговыми подразделениями, ну и это некоторое количество консультантов, которые на этом рынке играют. И, конечно, то, что мы сейчас видим, это большие платформенные игроки, они тоже, конечно же, создавая IT-платформу, создают и соответствующий функционал, средства, технологии защиты, которые уже встроены в их платформы. Если я правильно тебя понял, то мы не знаем, что от них ждать, мы можем только предполагать. Мы знаем, это будет очень крутая история. Это будет конвергентное предложение, но, может быть, это какой-то телекоммуникационный термин, но, тем не менее, это будет конвергентное предложение из IT-услуг, IT-сервисов, которые уже на рынке достаточно давно, и информационной безопасности, которая будет в них встроена. Спасибо. Борис. Я думаю, что ключевое событие последних лет это Крым наш. Я думаю, что после этого... Ну что же ты так сразу-то? После этого очень многое поменялось и в индустрии. То есть, я прям могу вспомнить 13-12 год, мы приходили к заказчикам и говорили, смотрите, давайте мы вам поможем делать так, чтобы вас не взломали. Она говорит, нам наплевать, взломают нас или не взломают, и вообще мы не знаем, есть ли хакеры на свете. А сейчас уже совершенно другой разговор. То есть, людей реально стало больше волновать реальная защищенность. И это видно, и к этому, так сказать, ведет и регулятор, и, собственно, сама логика. Из этого тема, так сказать, импортозамещение, новых игроков. Я вообще думаю, что рынку в целом и в России, и в мире, да, вот последние 2-3 года, да, дал очень большой толчок, такая тематика, как, ну, желание защититься от реальных атак. Потому что во всем мире, да, даже не только в России, рынок во многом двигается комплайенсом. То есть, заказчик, так сказать, хочет соответствовать требованиям, а не быть реально защищенным. И последние годы мы видим прямо изменения вот в этом направлении. Спасибо. Виемин. Ну, я соглашусь, разумеется, с коллегами. Наверное, скажу, что все-таки сейчас этот важнейший драйвер рынка, комплайенс, да, соответствия регуляторным актам, он, тем не менее, стоит в полный рост. И то, что мы сейчас видим вокруг КИИ, оно, увы, про это в первую очередь, на мой взгляд. И мне бы как раз очень бы хотелось, чтобы все-таки, так скажем, традиционный рискориентированный подход не отступал на второй план. Чтобы вместе с внедрением новых средств, естественно, решался вопрос не только соответствия, но и повышения уровня защищенности. Мы это видим. Ну, а в целом, что сказать, за последние, наверное, года 2-3, вот так вот, основные тренды, мы наблюдаем вот в лаборатории Касперского по тем инцидентам, которые мы расследуем, что все больше и больше используется в атаках против предприятий продвинутых технологий. То есть, что раньше, ну вот, разработала группа какую-то атаку, специфические средства, там комбинация какого-то легитимного ПО, специфические вещи, уязвимости, нулевого дня атаковала, провела, так сказать, свою операцию, получила свое вознаграждение, добилась своих целей, после чего эти технологии остаются пылиться на их полках. А потом мы так поняли, что, в общем, они стали выходить на рынок с этим, и все чаще и чаще против достаточно небольших организаций в индустриальной области, банков, мы наблюдаем вот элементы очень сложных атак. Вот. Это просто один пример, который иллюстрирует тезис о том, что, ну, действительно, как бы это ни банально звучало, атаки становятся сложнее, безопасность становится достаточно запутанной, и отсюда вывод, предприятиям практически невозможно содержать у себя полный набор всего инструментария, имею в виду людей, в первую очередь, экспертов, для защиты от всех возможных видов угроз. Соответственно, на сцену выходят сервис-провайдеры. И вот если там года, ну, не знаю, лет пять, наверное, еще назад, да, очень много было скепсиса, очень много недоверия внешним сервис-провайдерам, то сейчас, насколько я понимаю, этот вопрос снялся. И он снялся не потому, что пропало там некоторое ощущение настороженности, да, а потому, что выхода нет. Вот. Вот эта история, на мой взгляд, она стала, ну, некой такой основной. И, то есть, сервисная модель, насколько я вот вижу по общению с заказчиками, по тому, как развиваются линейки, она победила. Вот. Спасибо. Ну, и, наверное, последнее, что хочу сказать, не знаю, к счастью, или, к сожалению, размывается грань между вендором, поставщиком, да, программного обеспечения решений, интегратором и сервис-провайдером. Практически, вот как-то, вот эта вот история, она превращается в одно такое нечто большое. Вот. И не знаю, хорошо это или плохо, но в результате, вот, естественно, решит рынок и заказчик, у кого лучше получится, тот и победит, и выживет. Но сейчас мы в этом тренде находимся. Спасибо. И слово размытому вендору. Моё мнение, что отрасль повзрослела по всем направлениям. По государственному направлению, не только регуляционное направление, но здесь, если там президент говорит, в Бразилии покупайте наш антивирус, там, а премьер-министр в Таиланде говорит, что там наши решения по ИБ самые лучшие, ну а если серьезно, то выходят с точки зрения международного сотрудничества на арену товарищи, которые до этого находились в тени, да, и говорят об этом, и на самом деле, это правда, вопросы в межгосударственных отношениях выходят вперед. Это первое. Да, следом за собой, естественно, поднимается регуляционная база. Второе, это, конечно, изменение инфраструктуры как таковой, и переход на сервисную модель, о чем коллеги говорят, это, ну, достаточно будет революция, не знаю, если мы превратимся, к сожалению, или к счастью, там, в СССР в ближайшие, там, 3-4 года, и у нас останется, там, этих сервисных провайдеров, 5-7 штук, да, ну, конечно, очень бы не хотелось, но такое может случиться в тренде той же цифровой экономики. Да, естественно, очень сильно возрослеют продукты как таковые, то есть, они становятся, ну, вполне конкурентоспособными даже на зарубежном рынке, да, и выстраиваются, на самом деле, правда, отношения с зарубежными заказчиками, что раньше представить было невозможно, вот, ну, в общем, реально, вот, отрасль повзрослела по всем направлениям, в общем, сильно, очень сильно, то есть, если сравнивать это даже с IT, то рывок очень значительный, ну, видимо, потому, что у нашего государства есть кое-какое политическое преимущество, которое пытаются перековать в, скажем так, в политически влиятельное, плюс торговое с точки зрения, там, показателей, вот. Если подвести краткий итог, за последние пять лет авторитетом на рынке стали не IDC и Гартнер, а премьер-министр Таиланда, который лучше разбирается в качестве сервиса, провайдеров и беоуслуг, а главным событием отрасли стал Крым наш, который повлиял на изменение профиля, нас услышали. Джентльмены, СОК-форум просыпаться должен уже, будете следить за своими фразами, словами, очень будьте осторожны, нас могут неправильно трактовать, потому что, на мой взгляд, за последние пять лет в мире изменились внешние условия настолько, что весь мир стал другим и угрозы действительно стали подтвержденными. Ну, в частности, не думаю, что это задача крымского проекта, бизнес просто понял, что угрозы реальны, в результате чего, не знаю, то ли регуляторы ему об этом рассказали, то ли рынок действительно не стал взрослым, он повзрослел, он еще не стал взрослым, он точно так же делал те же ошибки, что и делал тогда. Но, меня интересует другой вопрос, мне очень насторожила фраза высказывания господина Грефа, который настаивал на том, что только крупные компании могут выводить на рынок какие-то решения, продукты и новые технологии. И так настоятельно об этом говорил, что меня это несколько удивила фраза. Вот, приход крупных игроков на рынок информационной безопасности, как он выстраивает отношения с традиционными компаниями меньшего размера? Что вас ждет? Я вообще думаю, что наш рынок прям страдает от этого, потому что в моем понимании… Прости, и от чего страдает рынок? От того, что крупные компании… Ну, вообще, вот что такое рынок институционной безопасности, да? Ты, так сказать, в России почти нету SMB заказчиков, то есть, в основном, сказать, Latch Enterprise. Продать в то же самое, там, Газпром, Роснефть, Сбербанк, это там, трехлетний цикл продаж, сертифицированный продукт, лицензии и так далее. Представьте, что стартап это сделает нереально. При этом, я думаю, что хорошие технологии как раз, собственно, раздаются в недрах стартапа. Совершенно верно. Вот, я думаю, что это прям, ну, реальная проблема. Проблема в том, что молодым, так сказать, дарованием тяжело пробиться вот сквозь вот эту, так сказать, тему. Если вы посмотрите там на рынок, кто, собственно, играет на этом рынке как производители, вот раз, два, три, четыре, там, пять, да? То, собственно, те же самое, что и были там, так сказать, десять лет назад. И это не очень хорошо. То есть, я считаю, что наша тема настолько новая, настолько там, так сказать, много технических, так сказать, нерешенных вопросов, что прям тут есть место для стартапов. Поэтому я бы, ну, наверное, бы не согласился с господином Гревком в том смысле, что эта тенденция есть, но я не назвал бы ее положительной. Согласен. Коллеги? Ну, я, наверное, скажу вот что. Действительно, набор когорта, игроков, которые, в общем, так или иначе доставляют рынку практически все, что ему требуется, он, в общем, тот же самый. Это так. Тут я с Борисом должен согласиться. Это так. Что здесь, на самом деле, для меня, ну, важно? Мы действительно наблюдаем, что интересные идеи, не тривиально реализованные какие-то решения, они рождаются в небольших командочках, вот, но просто дело в том, что дальше даже до первого проекта порой у них не доходит. И вот, на мой взгляд, здесь скорее задача в том, чтобы помогать этим ребятам в рамках какого-то венчурного цикла, но только вот не формального такого вот, забюрократизированного, да, а действительно, вот, чтобы вот, 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 вот я к нам самим обращаюсь, больше внимания уделяли каким-то небольшим коллективам, из которых можно вот эти технологии черпать. То есть, я соглашусь с тем, что некоторая инновационная мысль, нетривиальная, да, она, как правило, рождается в гараже, но путь ее на большой рынок лежит через очень крупную компанию с каналом, с брендом, с огромным количеством дополнительных сервисных подразделений, с кучей всякого, вот, и, ну, действительно, да, наш рынок, он очень сильно, имеет сильный перекос в верхний сегмент, это правда. Если, мы такие, там, Франция примерно такая же, вот, например, Германия, она другая, Япония, она другая. Ну, увы, к сожалению, у нас пока вот этот вот сегмент среднего бизнеса, он довольствуется стандартными решениями, их ему обычно хватает, вот, и вот сейчас тенденции к тому, чтобы он расширялся, я не вижу. Скорее наоборот, мы наблюдаем, что он, в общем схлопывается и скатывается еще больше в ценовые войны и в какие-то бесплатные решения куда-то вот туда. и, кстати, в сервисы тоже. Вот, там появляется некий запрос на сервис, он пока, это пока не рынок, это пока запрос. Просто, опять же, за рубежом, вот эта MSP история, Manage Service Providing, да, для вот этого самого широкого сегмента, это сейчас едва ли не главный тренд. И это сейчас очень интересная, очень живая тема, вот, у нас этого не происходит пока. Вот, то есть, как бы, если в целом, я, наверное, с сожалению, с Грефом соглашусь, но именно с той поправкой, что технологии доводятся до рынка успешно, и становятся коммерчески успешными, действительно, ну так скажем, великими, приносящими пользу большому количеству заказчиков, когда их несет крупная компания. Но рождаются они, как правило, в небольших коллективах, это правда. Но какой рынок такой и Греф? Видимо так. Андрей, твоя песня на то, как ты не боишься крупного пешехода крутых игроков. Честно говоря, когда я говорил там про времена СССР и всего остального, очень бы не хотелось, но, наверное, случиться. Почему? Ну, мы же видим, что происходит. Мир будет делиться, да, останутся крупные игроки. С точки зрения сетевых сервисов, понятно кто, с точки зрения, ну там, цодов и всего остального, да, понятно кто. С точки зрения конечной инфраструктуры, тоже понятно кто, и таких игроков будет крайне немного. Естественно, потом эти игроки пойдут за мясом. Вот, осталось его немного, кто сидит, да, здесь на сцене. Вот, начнется за них борьба. Конечно, очень бы не хотелось. Почему? Первое, ну вот вы говорите, венчурные деньги. Я не хочу там вызывающе выглядеть. Да, в принципе, без деньгами все нормально, мы можем развиваться на свои деньги, да. Основное, я могу сказать, препятствие, на самом деле, для развития, никак уж не деньги, а в первую очередь кадры, да, то есть, коих нету на рынке, от слова, совсем, да, и это основное такое блокирующее действие. Я даже не могу сказать, что вот сейчас нету побега за рубеж этих кадров, которые были там буквально пять лет назад, и платят у нас ненамного меньше, чем там. И более того, когда ты пытаешься перенести РНД-центр куда-нибудь там в Прагу, люди говорят, нет, можно мы здесь, у нас здесь ипотека, у нас здесь семьи, мы видим развитие здесь, да, а уж никак не там. Поэтому ограничения здесь. А если, ну, это, наверное, Игорь нам больше всего расскажет, как большой брат приходит с советом директоров, и что случается с компанией, с бизнес-процессами и все остальное, со стратегией в первую очередь, да, потому что надо понимать, что компания в первую очередь это даже не продукт, а это история, да, которая сложилась в жилах этих людей, которая выклывалась в продукты, которая, ну, вот там, за 30 лет у нас, да, мы четко понимаем, куда мы идем, четко понимаем, что хотим делать. А если говорить там про Сбербанк, даже при всем уважении там, Ростелеком и все остальное, вряд ли это будет большим драйвером, например, про международные истории, да, а очень бы хотелось именно построить рынок сбыта туда, да, а наши интернациональные связи, ну и что, ну вот скажут, что за спиной там Сбербанк, это не факт, что это будет плюс большой, да, вот, поэтому, ну, как бы, не хотелось бы, ну, скорее всего, случится в нашей стране, да, потому что, ну, у нас специфический очень стиль ведения бизнеса, вот, и будет, конечно, конкуренция за вот эти малочисленные оставшиеся активы, да, рендишные, центры компетенции в первую очередь, ну, скорее всего, конечно, мы перед желанием выйти в кэш-аут, особенно там у людей, которые стремятся на пенсию, конечно, многие не устоят, надо понимать, почему, потому что 30 лет, это как раз вот происходит смена поколений, да, вот, по нашей компании я четко могу сказать, что происходит смена поколений, вот, поэтому, ну вот, как-то вот в комбинации всех этих факторов, ну, наверное, будет вот так как-то. Спасибо. Игорь, мы услышали мнение о том, как нам хотелось бы, чтобы выглядел рынок, а теперь как он выглядит на самом деле. Слушай, Олег, во-первых, сейчас я пребываю в некотором таком дуализме, во-первых, я год назад был ровно таким же бойким частным бизнесом, который жил в состоянии постоянного кассового разрыва, и сейчас мы вошли в состав крупной корпорации в Ростелеком. Тезис первый. Тут я абсолютно согласен с Борисом, что, конечно, здоровье рынку все это не доставляет. Конечно, рынок, технологичный рынок развивают небольшие команды таких вот единомышленников, безумцев, которые берут идею и ее на таком вот драйве, задоре протаскивают. У нас же на рынке очень высокий парк входа. Мы действительно находимся… Не высокий. Высокий. Высочайший. Мы находимся, вот каждый стартап находится в таких между трех огней. Первое – это регуляторы, лицензирование и так далее. Это те требования, которые необходимо выполнить для того, чтобы просто заниматься этой деятельностью. Второе, конечно, это вопрос фондирования, финансирования, инвестирования, потому что без денег невозможно какую-то технологичную штуку с горизонтом выхода на рынок два-два с половиной года за свои деньги построить. Сейчас таких нормальных инструментов привлечения, инвестиций, запуска стартапов практически нет, и все это прям медленно забюрократизировано. И третье – то, что, конечно, сейчас основные заказчики – это огромные корпорации, у которых есть соответствующие свои тоже пороги вхождения, у которых есть колоссальные отсрочки по платежам. Крупная корпорация своим подрядчикам платит в течение 90-120 дней, и это нормально. Как может маленькая компания, у которой отрицательное кэшфлоу, в этой ситуации жить? И, конечно, за счет вот этого наш рынок действительно очень стабильный. Все, кого мы видели 5 лет назад, 10 лет назад, игроков, ровно они и работают. Они прошли вот эту вот долину смерти, они преодолели вот эти вот пороги в заказчиках, как, например, Андрюха, который говорит, что с деньгами-то проблем нет. Да-да-да, мне тоже понравилось. А вот небольшие компании-стартапы, они как-то даже не взлетают и не прорастают в тот момент, когда у них рождается идея. Это плохо. Для рынка это вот очень плохо, и здесь я Андрея тоже поддержу. То, что не может российский бизнес, российский рынок прокормить хорошую разработку без международной экспансии. Разработка дорогая, она прям очень дорогая. Если ты хочешь сделать не какое-то там, как говорят, российское поделье, а если хочешь сделать технологичный продукт, это стоит дорого, и объем российского рынка не позволяет прокормить. А дальше крупная корпорация, понятно, что ни Сбербанк, ни Ростелеком не испытывают каких-то таких вот больших амбиций по захвату чужих рынков. Ну и третий момент, то, что крупная корпорация все-таки не может быть таким серьезным инвестором, создающим какие-то такие пассивные инвестиции. Все-таки аппетит к риску у Ростелекома, Сбербанка, Ростеха и так далее не настолько высок, чтобы заниматься вот такими инвестициями, которые дают результаты один к десяти. Дальше, отвечая на твой вопрос, а что же будет? А будет, ну пока мы все видим очень понятный тренд. Большие игроки, преодолевшие этот порог, большие игроки с большим инвестиционным рычагом начнут вот собирать вот этот вот урожай тех компаний, частных компаний, которые сейчас есть, которые представляют ценность. Ровно сейчас мы видим это на, я давайте буду говорить за себя, на МНА стратегии нашей, когда действительно мы заинтересованы в привлечении создания своих собственных технологий. Мы будем этим заниматься. То есть, если я правильно тебя понял, я подытожу. Рынок сохранит свою тенденцию. Мы будем хотеть работать с крупными заказчиками, дабы других нету. Для более мелких порог вхождения на рынок информационной безопасности запредельно высокий, и цены на нашем рынке снижаться не будут. Можно я, я бы сделал, так сказать, небольшое уточнение. Вот мой опыт такой. У нас в России рождаются немалое количество заказчиков, и это такие уже прям довольно серьезные игроки, там это Mail.ru, Яндекс, Тинькофф, Киви, которые вообще говоря, решая свои задачи, они используют самые разные решения, open source, им плевать на сертификацию, и по факту, мой опыт, тихо, нет, ну так есть. Ну что так при всех-то? И по факту я вижу такой вот тренд, то есть если заказчику важна цель, то есть защититься, да, он смотрит на самые разные решения, и если это будет таким трендом, если таких заказчиков будет много, да, то, собственно, и будет шанс у небольших стартапов. То есть я тут с Игорем соглашусь, самое сложное – это пройти вот эту вот долину смерти. Но ее ведь можно пройти. Ее можно пройти. Но судя по тому, что вы здесь, то, видимо, да. Да. Джентльмены, дополните, пожалуйста, что будет дальше. Будем снова работать с крупными игроками, или появятся те, которые, как вы сказали, пренебрегают сертификацией? Близорукость проявляют по отношению к сертификации? У кого спрашиваешь? Ну, кто еще отмочался? Ну, если я не могу говорить за Яндекс, ну, хотя с ними тоже общаюсь, ну, все-таки давайте в реальность немножко. Я, Боря, вот не могу согласиться, что они там не очень к сертификату. Все очень просто. Все равно будет глобальная конкуренция, да, за сервисную модель. Яндекс будет, ну, конечно, там, очень бы не хотелось, но там частью госамазона нашего, да. Соответственно, чтобы биться на конкурентном поле, ему необходимо будет выполнять требования тех же регуляторов, если он хочет там привлечь к себе госзаказчиков. Понятное дело. И не только российских, заметьте. На самом деле идет реальная конкуренция. Я даже не хочу здесь смеяться, потому что наши коллеги через океан, они ровно это и делают, да. А мы только начали это делать, буквально там год назад. Не мешало бы заниматься не только там поставкой вооружения, нефтью и всего остального, но и этим хорошим бизнесом. Потому что здесь даже не бизнес, а здесь борьба за политическое влияние, за союзников и все остальное, за защиту критической инфраструктуры, по сути, за защиту цифровой независимости государств. Ну, в общем, это реально крайне серьезное дело. Ровно поэтому об этом руководители государства там говорят, ну, если не первым, он всегда вторым вопросом. Это вот правда проходит красной нитью в межправкомиссиях межгосударственных. То есть это крайне важный вопрос. Вот. А по поводу все-таки сертификации, не сертификации, все равно рынок укрупняется. То есть вот я, честно говоря, вот даже тоже как и мыщик, могу сказать, конечно, маленькие компании – это хорошо, но лучше их к себе как-то поглощать, чтобы не получить случайно за счет своей партнерской сети маленького конкурента с большими возможностями, который у тебя может долю рынка, которую ты распахал, честно, с помощью своего маркетинга, с помощью своих сайлов, который потом приходит и забирает свою долю рынка, отворачиваясь от, скажем, договоренности. То есть здесь надо крайне аккуратно к этому вопросу подходить. Вот. Ну, ровно поэтому рынок будет укрупняться. Как с точки зрения вендорской составляющей, так и с точки зрения, на самом деле, клиентской базы. Да, то есть то, что мы видим. Ну и в итоге, вот, как и говорю, сервисная модель очень бы не хотела, чтобы это был госамазон. Но, наверное, к этому все идет. По крайней мере, наша там цифровая экономика, прям вот, ну, есть программа, открываешь, читаешь, все понятно. Спасибо, да. Игорь. Да, мне очень нравится тезис про сервисную модель и про госамазон, ну или Ядекс, как его сейчас называют. Тем не менее, когда… Это шикарно, я согласен, да. Когда мы говорим про то, что на рынок приходят сервис-провайдеры, да, это так. И большой потенциал у рынка есть B2B, SMB, вот тот самый массовый сегмент, который начнет потреблять информационную безопасность. Когда появится спрос, когда будет нормальное предложение за адекватные деньги, сервисное. И здесь очень важно, вот помните, когда Яндекс.Такси пришел на московский рынок. Да, что до этого было? Были таксопарки, которые друг с другом конкурировали, которые создавали какую-то движуху, и пришло платформенное решение, которое мгновенно, буквально за несколько месяцев, весь рынок перекроило. Оно сделало две вещи. Оно сделало удобный канал получения ценности, оно сделало удобным получение вот этой вот услуги перевозки из точки А в точку Б. И второе, оно сделало хороший, правильный инструмент для рынка, для водителей, для таксистов, таксопарков, чтобы комфортно предоставлять свои услуги на рынок. Если бы Яндекс сказал, что теперь я один мегатаксопарк, это бы не сработало. Платформа дает доступ технологии, ценности к потенциальному клиенту. Если платформенные игроки Яндекс, Ростелеком, Мейл.ру, которые будут создавать вот эти вот большие сервисные платформы, дадут нормальную конкурентную историю вот на уровне технологий, если они не будут монополизировать этот рынок, то, может быть, это даст хороший драйвер, хороший прирост именно развитию бизнеса. Когда будет уже созданная труба, канал доступа к клиенту, к которой, по понятным правилам, можно присоединиться, вбросить туда свою технологию, ну, фактически встать на полку в этом супермаркете. Джентльмены, поставлю точку на этой теме и скажу то, что меня несколько настораживает. В вопросе о том, как изменился рынок за пять лет, рынок информационной безопасности, мы упускаем одну вещь, важную, на мой взгляд. Почему-то о ней не говорим. Говорим, повзрослели, пришли на рынок, мы стали такими, нас ждет. Мы забываем о том, бизнес пошел на разговор про информационную безопасность. Мы начали диалог с бизнесом, и об этом не вспомнил никто. Почему? Вам за что-то стыдно? У вас что-то не получилось? Диалоги с бизнесом? Я вообще в этом вижу некий тренд вот этих лет, что впервые за последние годы к нам стали приходить владельцы бизнеса или топ-менеджмент, собственно, с вопросом, давайте поймем, что у нас происходит в области информационной ликвидной безопасности. И что можно видеть? Во-первых, количество таких людей растет, и это прямо интересно. Второе, они говорят на языке результата. Они говорят, вот мы, так сказать, готовы вложить денег, что мы с этого получим? И мы видим, что текущий ответ отрасли, он вообще их не устраивает. Сейчас в отрасли есть два варианта ответа. Вариант первый. Дайте нам денег, мы сделаем проект, но мы все не защитим, потому что все защитить невозможно, вас все разломают. Но деньги мы возьмем. Да. И тогда вопрос, собственно, а зачем? А второй вариант, это, соответственно, мы поставим все сертифицированное, вы будете 100% защищены, что тоже как-то выглядит по-дилетантски. С точки зрения бизнеса, да. И по факту, к сожалению, можно ответить, что отрасль не выработала язык разговора с бизнесом на, как бы, с точки зрения результата. Что она делает, чтобы, как бы, ну, вложенные деньги, было понятно, зачем ты их вложил. Вот. И это очень интересные темы, очень интересные проекты. Про это можно, так сказать, много говорить. Одним, наверное, из таких факторов, которые я бы отметил, это то, что когда ты начинаешь говорить про результат, то в итоге ты приходишь с бизнесом к теме, что тебе надо не внедрить СЗИ или какие-то там системы, а тебе надо прям реально переделывать бизнес-процессы, ать инфраструктуру. И это может быть довольно даже недорого. Это просто, ну, так сказать, нужна такая прям воля, чтобы это сделать. Да. И это очень интересная тенденция. Для меня это одна из самых таких прям важных и интересных тенденций последних лет. Я бы немножечко чуть-чуть с другой точки зрения посмотрел. Объемы платежей бизнеса в сторону информационной безопасности растут. И они становятся настолько большими, что такой вот типичный бизнес-руководитель, глядя на это, задает себе вопрос. Возникает ощущение, что эта сумма достаточно большая. И это достаточно... Чтобы ее не замещать. Это специфическая область. Ну, мы же не красим сами стены, не меняем сами стекла. Мы это поручаем каким-то сервисным компаниям. И бизнес все больше и больше, в общем, к этому сходит. Вот. И очевидно, что ни у кого не возникает мысль избавиться от собственных департаментов информационной безопасности. Должны быть люди, с которыми все равно можно спросить, которым ты доверяешь, как самому себе, и у которых есть некий, ну так скажем, центр компетенции. Но при этом возникает огромный соблазн, и он такой вот, он из бизнес-школ. А может быть, это все кому-нибудь, кому тоже доверяешь... Оптимизировать. Да не то, что нет. Это термин из бизнес-школы. Это редко, когда приводит к снижению затрат, на самом деле. Вот. Это обычно даже приводит к их росту, но это приводит к другой динамике платежей. Они становятся там помесячными, гибкими. Присказуемыми. Прикупили какую-нибудь там небольшую организацию, гибко увеличили общую сумму, так скажем, бюджетов на ИБ, вот исходя из тех масштабов, на сколько выросли. И так далее. Вот такие вот вещи. И в этом смысле, ну нам, конечно, сейчас чаще приходится вот в таком ключе обсуждать эти вопросы. Необходимость там системы противодействия таргетированным атакам. Вот с этими людьми это обсуждать бессмысленно. Это решают их безопасники. Но с этими людьми можно вполне обсудить. А ведь на самом деле эту штуку можно взять на баланс не вам. Ее может взять себе на баланс, например, сервис-провайдер. Я даже знаю, кто. Сервис-провайдер, да. И потом оказывать вам это что-то, значит, обеспечивать то, что вы хотите, как сервис. И так далее. Вот в этом ключе. Но я здесь не вижу, честно говоря, никакого негатива. Нет, нет. Работая ситуация. На самом деле это говорит, как бы сказать, о росте, ну, некоторого профессионализма в этой области, да. А все-таки, на самом деле, на мой взгляд, повышение бюджетов, ну, не видим мы другого, повышение. Вот. Ну и, в общем, в целом, еще раз, это говорит о слиянии продуктовой и сервисных моделей, что вот мне лично, как человек, который продуктами занимается уже там 20 лет, мне это очень нравится. Я считаю, что это правильный подход. Андрей, ты говорил про то, что проблема не с деньгами у тебя, а с кадрами у всех, с талантливыми, одухотворенными кадрами, единомышленниками. А вот в том вызове, который сейчас мы поговорим, о том, что сам бизнес, говоря с бизнесом, не умеет говорить с ним, но, понятно, для бизнеса неебешного языка. У тебя какая проблема с этим есть? Это мое мнение. То, что я видел на рынке, все-таки бизнес с бизнесом, но что-то его все меньше становится. То есть у нас происходит опять консолидация и больше о государствовании, что ли, вообще о экономике в целом. Ну, дай бог, тенденция, это значит тенденция. Я могу сказать, знаешь, как по нашей компании, мы, наверное, все-таки бизнес-юнит, 500 человек, и как я руководитель собственной компании, я тоже все-таки смотрю на eBay-бюджет и на все остальное. Я могу сказать первое. Все-таки ценность информации растет. То есть, вот ты посчитаешь деньги, сколько ты вложился в патентование технологий, в разработку, в поиск кадров, в взращивание, в кование этого продукта, а потом понимаешь, что это все дело может утечь куда-нибудь. И ты начинаешь говорить, ой, как бы неплохо было бы заняться коммерческой тайной. А занимаясь коммерческой тайной, ты начинаешь переделывать бизнес-процесс. Не только подтягиваешь людей и создаешь специальное подразделение, но и начинаешь менять бизнес-процессы. Спасибо. Спасибо. А у нас как-то так, время бежит, я хотел бы поговорить о главном, о вечном. С людьми, у которых есть деньги, я хотел бы поговорить о деньгах. Ребятушки, а на рынке деньги где? Вот есть ощущение по разговору, что денег стало меньше. Вы говорите об обратном. Борис, деньги есть на рынке? В моем понимании рынок растет, он рос в прошлом году. И, кстати, интересная тема. В этом году, я думаю, он тоже вырос бы, но появилась тенденция, когда заказчики просто не успевают реализовать проекты из-за возросшей бюрократии, ФЗ и все такое. И в бюджетах он вырос, а в подаченных деньгах, я думаю, может быть, в этом году он будет на уровне прошлого года. Как-то вот такое мое ощущение. Игорь. Да, очень похоже. Сейчас идет переток между сегментами, между игроками, но в целом объем денег на рынке растет медленно, нет каких-то кратных взрывных пока ростов. Мне трудно сказать за весь рынок, честно говоря, но поскольку мы постоянно выводим новые продукты, новые сервисы, то есть расширяемся, так скажем, вглубь, будем так говорить, то есть заказчик начинает у нас покупать просто больше. Я могу подтвердить, да, для нас рынок растет. Это хорошая новость. Ну что ж, нам пора закругляться и мы обошли еще один вопрос, это этический. Масса примеров, когда обострились факты недобросовестной конкуренции на рынке. То есть причин, оказывается, никаких нету, кадры талантливые есть себя находят, деньги на рынке есть, а вот какие-то видимо неудачники мешают, непозволительным образом статистику нарушают. как ты правильно сказал, и денег вроде достаточно, и конкуренции, как ни странно, из-за укрупнения, она становится меньше. И как бы, ну, поляну можно поделить вполне нормально, разумно, но иногда такие факты, в общем, они удивляют, обескураживают ровно над этим, поэтому надо работать над этикой. Это вот крайне важный момент, потому что мы получаем разочарование, ладно нас там, вендоров, мы получаем разочарование заказчиков, и вот это совсем гнетет, да, то есть не дай бог обмануть их ожидания, поэтому здесь вот коды этики, надо блюдить, ну как бы, слава богу, что у нас в основном все-таки силы безопасности из бывших офицеров, и есть понятие все-таки там чести мундира, да, но иногда прям проскакивает прям совсем обидно, да, зачем делал, да. Ты же правильно сказал, что 30 лет сменопоколение, приходят новые поколения, у которых нету набора тех компетенций, которые могут сохранить твою этику и мундир в порядке, и вот тут проблема, но это уже другая тема дискуссии, коллеги, спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ